здравствуйте господа начинаем сегодняшний вебинар по эзотерике сейчас я перейду на него быстренько давайте быстро поставим видно и слышно и начнем вот так выключаю и так сегодня я постараюсь максимально быстро ответить на ваши вопросы которые вы задаете надеюсь вебинар будет интересным ну и начнем ура и так неля любовь черненькая витаем у на рим не тайна от дуйко спасибо за поддержку люба неля бармина добрый вечер андрей андреевич я ваша ученица подскажите пожалуйста пробью я вопрос по наследству спасибо пробьете дам дмитрий николаев здравствуйте андрей андрей мы живем 40 километров от запорожской аэс в городе покров подскажите нам лучше выехать сейчас подальше ли оставаться дома лучше выехать подальше не переживайте ничего плохого страшного не произойдет но лучше выехать ольга васильева андрей андреевич добрый день очень рада вебинару по эзотерике вы можете рассказать как работает фраза все оплачено и стоит ли ее произносить при получении какого-либо блага и так отвечаю на данный вопрос насколько я помню все оплачено все плохое оплачено все хорошее даром об этом сказала когда-то виктория век ветрова по моему если не ошибаюсь это девочка гений которая пишет стихи 78 года рождения не помню из какой она страны насколько я помню в швейцарии по моему она живет пишет русские стихи очень красивые я знаком с ее творчеством так как любитель стихов я в том что сама эзотерика под собой подразумевает любой расчет является либо расчетом либо оплатой за что-то и так о чем я говорю помните во время нашей ступени 1 я обычно говорю никогда не отдавайте деньги просто так всегда это чему-либо посвящайте то есть когда человек чему-либо посвящает он покупает фактически то есть человек произносит покупай свое материальное благополучие то есть стоит на кассе он оплачивает деньгами там продукты но он может дополнительно этой оплатой оплатить себе еще и материальное благополучие или замужество дочери или там свое здоровье и так далее это конечно не глядя в глаза кассиру произносится как бы про себя или человек уже оплатил отходит и произносит это про себя тихонечко шепотом таким образом происходит оплата почему в эзотерике считается любое намерение особенно в случае если это обмен энергии является тем посылом который способен изменить судьбу и там я объясняю длинный процесс а при чем тут это смотрите в случае с моей школы я обычно говорю мы покупаем но в случае вашей идеи мы еще и оплачиваем у каждого человека могут быть грехи у каждого человека могут быть болезни у каждого человека могут быть неприятности в жизни и когда человек оплачивает за что-то он может произнести я оплачиваю или все оплачено больше не нужно все плохое оплачено то есть когда человек рассчитывается на кассе он у него есть долг какой-нибудь он может во время этой платы произнести все плохое оплачено все хорошее и так придет таким образом можно использовать метод автором которого могут являться стихия вики ветровой и дай это можно использовать в эзотерике пожалуйста да насколько я знаю это скорее всего сейчас популяризируйте люди которые используют вот такие методы нейролингвистического программирования своей судьбы ну и мне нравятся такие методы они действительно связаны с эзотерикой и мне нравится что такое есть можете пользоваться пожалуйста хорошая идея все оплачено можно произносить да не мерченко татьяна здрасте андрей дри скажите стоит ли мне отделяться от напарницы и создавать свой швейный бизнес до начинать придется с нуля от оборудования до помещения получится у меня да получится и у вас хорошо получится не переживайте вот здрасте учитель ученица второй ступени три года не получается обучаться дальше постоянно какие-то события выводят из строя философия хромает подскажите идти на третью ступень конечно несомненно вся идея ступени заключается в том что они поднимают человека от ступени к ступени взращивая в нем духовное звено и я обычно говорю что школа она подразделяется на до четвертой ступени и после почему я это говорю получение отмана которая происходит на четвертой и пятой ступени это никого внутреннего фокуса или настроя человека на некие чувства которые возникают в человеке помогают человеку вырваться из того мира в котором он вынужден конкурировать во время проведения своих ступеней я часто говорю да в этом мире можно жить и ничем не заниматься конечно но в таком мире в котором мы живем есть правила конкуренции в этих правилах конкуренции побеждает тот кто сильнее умнее быстрее проворотливее или поворотливее возможно кто более агрессивнее возможно еще кто-то и знаете конкурировать допустим я проживаю в городе в котором живет там 11 миллионов человек достаточно сложно то есть ты заведомо знаешь что тебе придется конкурировать с таким огромным количеством людей должен быть либо мега каким-то удачливым либо мега каким-то еще но удачливый нет потому что это эзотерическое качество но допустим если я занимаюсь работаю в офисе и у меня работа заключается в том чтобы там писать что-то отвечать то есть я в день должен делать больше быстрее для того чтобы продвинуться при этом у меня должна быть коммуникация успех и там в этой коммуникации и так далее таким образом можно сказать что человеку который живет в такой среде очень сложно пробиться очень тяжело конкурировать шестью миллионов человек шестью миллионами человек и я обычно говорю да тяжело конкурировать если человек не знает эзотерики почему в эзотерике другие правила допустим если в обычной жизни эзотерика тоже бывает темное и светлое или серое и белое как угодно это можно называть эзотерика обычных людей это обычная жизнь человека который грубо ставит свою судьбу на волю наверное проведения то есть что будет то будет чему бывать тому бывать и так далее то есть он живет ходит на работу к чему-то стремится чего-то хочет может быть молится там кому-либо и второй вид эзотерики человек знает что он вправе изменить что-либо в своей жизни и имеет на это силы таким образом он изменяет свою философию допустим при помощи слов скоро мне это будет на все божья воля знаете есть еще и такой человек его конкуренция она исключительно связана с его духовностью духовность в этом случае как бы в глоссарии моем которое составил для учеников школы не обозначает какое-то определенное знание которое связано с духовенством и связано с развитием религии а связано с неким восприятием мира через принцип доброты желание делать добро близким не ковыряться ни в чем плохом не искать поводы для того чтобы разрушать семью то есть быть таким максимально добрым теплым человеком который живет своей жизни и я как у руководители школы обычно утверждаешь да это дает возможность или дает способности человеку развиться при помощи духовности развивая успех в своей жизни есть другая сторона анти духовность то есть да действительно существуют люди которые ставят для себя задачу в конкурентной борьбе использовать черную магию какая-то магия и что я подразумеваю то есть если мы как у руководителя обучаясь у меня подразумеваем развитие духовности то такие люди подразумевают развитие анти духовности то есть они считают что кидануть обмануть насолите на хамить обсудить посадить убить как там белорусский президент говорит замочить по замочить это убить то есть человек собрал людей говорит мы их могли замочить тех могли замочить один еще там говорил мочить сортире это же анти духовность согласитесь это в социуме гуманитарном социуме в социуме которая собирается быть но филантропическим таким руководители страны говорят о том что нужно мочить о том что кого-то замочить о том что кого-то замочили от обсуждают между собой замочить это убить разве это возможно говорить стране в которой есть религия христианство которое утверждает что нужно подставить левую щеку и правую щеку что человека можно любить что нельзя убивать это смертный грех что со мной произошло что со мной произошло что про что за подмена понятий вообще что это вообще такое руководители страны говорят о том что замочили замочить позор это это позор так не должно быть это неправильно промолчать людям это хотя бы не показывать так вот есть люди целью которых является обмануть замочить убить и так далее они идут принципиально по этому темному пути будет ли им что-либо в этой жизни могут ли они вырваться можно условно назвать это наглостью нарванностью хамством ненавистью это служение вот таким темным силам то есть это служение тёмным силам и они в этом живут то есть чем больше они этого делают делают повсеместно делают своими поступками делают своими заявлениями делают своими то есть их рано или поздно выводят и почему им ничего этим людям если человек начнет так жить то он вынужден будет сделать он конечно же проживет как обыкновенный человек и скорее всего добьется даже богатство почему богатство добьется но договорился с какой-нибудь тетенькой продавая мебель после этого узнал что этой тетеньки и сбережения влюбил ее в себя убил сбережения забрал легко а тут другой путь создал семью для семьи работаешь с утра до ночи батрачишь веришь в доброту любовь и нежность целуешь этих детей живешь ради кого-то это другой путь он сложный в этом пути сложным является то что тебе приходится еще и конкурировать быть умнее иметь память быть быстрее с утра до ночи работать наслаждаться не искать плохого терпеть где-то какие-то а и другой путь найти кого-то там побухать проституткам сходить кого-нибудь замочить деньги отобрать отжать договориться посадить и так далее поймите мир он имеет две стороны одна палка людей которые выбрали для себя добрый путь другая палка которые выбрали для себя не добрый путь и третий вид людей которые находятся между этими палками и это люди которые живут силой проведения что будет то будет как будет так будет они не выбирают ничего то есть их эмоции они разболтаны то есть хочется им хамить хамят хочется им быть добрыми добрые то есть они для себя путь не выбирают они не в одной стороне и не в другой стороне обычно тех людей которые находятся на одной стороне в следующих жизнях кто в это верит обычно этим людям везет жизни то есть им везет их детям при жизни везет все здоровые все красивые везде все получается у людей которые идут на темную сторону у этих людей у самих этих людей получается очень близких людей там детей получается но вокруг потом у тех кто является их внуками правнуками у них начинаются проблемы почему нужно помнить за карму придется платить за любые плохие поступки вот такие придется оплачивать и оплачивать будут самые любимые то дети это какие-то очень приближенные люди это то что человек любит больше всего и так далее ну и это и является как бы вот этой основой одной стороной и другой стороной не знаю нужно это было рассказывать или нет по ага куда-то не то улетел я и так светлана садбаева здрасте андрей андреевич подскажите пожалуйста метод от зла как ютха ранее сурупы над едой мантру читать куда эту еду потом выкидывать в огонь до в огонь это мантру произносит человек и потом эту мантру выбрасывает или отдает огню так и произносит читать при этом хорошо либо мантру сурупа либо индийскую мантру он троям баками джамагей сугам дэн пушки варданаур вару камива банка нам ритье мукши мам рита таким образом человек избавляется от грехов или от того что у него что-то плохое в жизни произошло и вот такая тяжелая или отягощающие его карма мучает ну вот так ну и второй вариант если для благополучия то тогда читается мантра можно читать мантру савитур ом трэмбок ом бурву асвахат от савитур вареньям боргода вася дымахидью на прочо даят ну вот так дарья пашковец здрасте андрей андреевич подскажите сможем купить землю и построить дом да сможете тамила воробьё доброго вечера шановный чителю дякую за все ваши вебинары як дают багато корисную информацию навчает вставать на правильный шлях я вам дужи я вам дужи я дужи вам божаю еще у вас все на тему шляху было для вас корыстным и вам цеда помогала хочу стыть вам я на здрасте учитель волнует вопрос выйду ли я замуж за парня которого сейчас люблю скорее всего до влад здравствуйте уважаемый андрей андрей скажите правда ли что давать деньги вечером или ночью нельзя большое спасибо нет это неправда деньги можно давать и вечером и ночью чего нельзя делать нельзя нельзя деньги вот знаете есть такой популярный среди народа обряд о нем когда-то говорила правде надо правде нейлонга говорил юрий владимирович и или юрий борисович до него там писались об этих обрядах был даже такой яковенко он написал целую книгу называется обряды на луну или обряды с луной очень широко используется в системе джойтиш вообще восприятие луны чандры и обряды с луной с чандрой но дело в том что луна сама под собой как бы в эзотерике считается необычной планеты она считается планетой допустим солнце это верх души человеческой вверх человеческой энергии вверх человеческой реализации начала мужской энергии а луна является началом женской энергии как бы местом где можно укрыться местом где можно спрятаться и место где должен быть покой и тишина ну и считается между этими планетами от между солнцем и луной находятся все остальные 8 планет влияния которые влияют на гороскоп человека то есть мы живем как бы согласно вот таким эзотерическим астрологическим идеям между вот этими солнцем и луной то есть если у человека не получается работать если у человека не получается зарабатывать то это говорит о том есть чек ленивый если потенция плохая то человек должен стремиться к солнцу то есть читать мантру сурья то есть он сурья shrina maha или там он сурья сваха а если если у человека не получается накапливать дома нет денег и так далее то он может читать ом чандрая намумам, или ом чандрая сваха, или ом чандрая кшрим. Вот таким образом, но, к чему я говорю, ну вот допустим один из обрядов был такой, о котором я когда-то читал, я собираю обряды, мне нравится вообще все это, разбираться в этом тоже очень нравится, сдайте. И один из обрядов, очень популярный среди людей, он действительно эффективный, это обряд, когда появляется новолуние, и появляется маленькая полосочка луны в виде вот такого, в виде такой чашечки, и люди, у которых есть сбережения, достают эти сбережения, трусят перед луной этими сбережениями, говорят, о, на растущую луну. Будут ли деньги увеличиваться, да, но это является хорошим или плохим элементом. Вы должны знать, луна является, согласно эзотерических учений, ну как бы того, что я знаю, является вместилищем людей или духов, которые умерли. Туда, там находятся болезни людей, там находятся гневные или злобные духи, которые движутся от луны вдоль земли, облетая и справедливо наказывая. Там находятся, это уже в тибетской тантре, в тибетском мистицизме, в Кагью. То есть там считается, что также, кто там еще говорил о луне, так, допустим, в книге Гурджиева было сказано о том, в книге Гурджиева разговор сатаны со своим, разговор Витзевула со своим внуком, да, там говорилось о том, что вместилище всех гневных духов, вместилище всего зла и злобы находится на луне. И есть тантра такая, она говорит об ассурах, то есть есть старинная такая тантра, древнеиндийская, которую мы можем прочитать в Махабхарате еще. Там говорится о том, что ассуры в свое время хотели поработить людей, которые жили, которые ушли от заповедей царя никогда не прикасаться к мясной пище, начали есть мясную пищу, и ассуры решили за счет этого забрать долг, то есть они решили убить всех людей и решили осквернить все. И их в дальнейшем отослали, боги отослали на луну, то есть вот этих ассуров, то есть тех существ, которые были гневными, можно назвать существами или гневными духами, целью которых было разрушить человека или человечество, их выбросили, их души выбросили на луну, где они по сей день находятся и периодически летят шлейфом там в определенные дни, когда, ну не важно когда. И это очень, так вот, когда человек обращается к луне, то он берет в свои соратники и в свои помощники берет вот таких духов, которых он берет на луне. То есть дух хотел бы быть здоровым, дух хотел бы получить счастье семейной жизни, дух бы что-то хотел. И когда человек потрясет на луну, то он, скорее всего, деньги получит, но останется этому духу должным. И этот дух, первое, может вселяться, особенно в девочек, особенно очень красивых, он может вселяться в мальчиках, и из-за этого они становятся, это там есть 16 классов духов. Помните, я когда-то читал даже семинар такой, называется «Порчи с глазами», первая часть, я там говорил, шайтан дух, лили дух, и там давал классификацию этих духов, как в эзотерике говорится об этом, и говорил, какие, как влияют, и как их из человека доставать, изымать, и там какие мантры или там слога читать. Ну и когда человек вот так трясет этими деньгами, просит что-либо у луны, то он может подцепить вот такого духа, то есть дух согласится, дух согласится, чтобы вы стали богаче, произойдет ситуация, и вы останетесь этому духу должными, и в нужный момент он просто к вам подселится и станет частью вашей судьбы или вашей семьи, судьбы. Поверьте мне, оно того не стоит. Если вы уже так сделали, не нужно переживать, это не всегда происходит. У одних, может быть, там потрясили 100 долларами, и через месяц эти 100 долларов превратились в 100 тысяч долларов. Вот этим людям не повезло. А если вы потрусили 100 долларами, и в следующем месяце заработали 150, то, поверьте мне, духи в этом не участвовали. Поэтому не заморачивайтесь. Поэтому деньги давать вечером можно, и ночью можно деньги давать, а вот соль не стоит, потому что соль является минералом, который имеет магические свойства, и соль таким образом отдатая... Соль, как... Простите за такой неуклюжий язык. Соль, которую вы отдадите человеку, который ее попросит вечером, это может быть ритуалом. Сейчас соль у каждого человека есть, как эта соль закончилась, днем не заметил, что соль закончилась, вечером закончилась. И обычно соль занимают, ее в мешочек складывают, такую соль, кладут туда что-то, что не скажу, и кладут в постель своим мужчине. После этого мужчина хочет работать, у него хорошая потенция, в семье налаживается, это называется вальтом. То есть забрать удачу у человека, у которого попросили соль, особенно у мужа. Ну и не делайте этого никогда. Добрый день, Андрей Андреевич, подскажите, как сделать так, чтобы не терять все, что нарабатываю практиками, как понервничаю, сразу все теряю, плохо себя чувствуете, потом заново нарабатываю все по кругу. Уважаемые мои друзья, вы должны помнить, мы на самом деле, когда живем, то мы ничего не нарабатываем. Мы ничего не нарабатываем при помощи практик, мы ничего не обретаем при помощи практик. Что же происходит? Внутри нас и вокруг нас происходит движение энергии во времени, а мы частица, которая плывет в этой реке времени. Когда вы читаете мантры или читаете коды и выполняете практики, то происходит видоизменение ваше духовное, душевное. Это как мыться водой. Мы на протяжении жизни загрязняемся, идем в душ, но мы загрязняемся еще и душевно, духовно. И вот так чтение мантр, выполнение практик, это очищение духовное. Можно еще к этому добавить слушание мантр, это тоже очень полезно. Там посты периодические, чтение мантр, жизнь ради близких и так далее. Так вот, поверьте мне, если у вас в тот момент, когда кто-то на вас повлиял, как вы считаете и так далее, и вы чувствуете ощущение усталости, произносите себе слова «Ура! Наконец-то с этими неприятностями моя энергия разберется». Потому что слабость чувствует человек энергетически сильный, в случае, если он может своей энергией ставить все на свои места. Поэтому, когда на вас кто-то влияет, и вы это точно знаете, у вас после этого слабость и уныние, знайте, в этот момент там те люди, которые хотели вам плохое или делали что-то плохое, переворачиваются. И в их жизни происходят события, которым позавидовать невозможно, и вы в этом отчасти виноваты. Но слабость, первое время, пока человек занимается эзотеристскими практиками, это нормальное условие, не стоит на это обращать внимание. Если вы занимаетесь эзотеристскими практиками, нельзя быть, и пытайтесь влиять на других людей, на общество или на социум, всегда знайте, это энергозатратные, энергоемкие методы, и они в дальнейшем могут привести к тому, что вы можете затухать немножко. То есть, там, прочитали утром сверхмощную коды, там, 60 кодов для денег, после этого до вечера у вас усталость, нет сил никаких и так далее. Почему? Вся энергия, которая должна тратиться вам на здоровье, на ваше самочувствие, на нормальную работу мозга, она тратится и выходит из вас, и начинает моделировать процессы и совпадения, которые происходят в этом мире, двигать целые пласты событий во времени и время и в будущем, изменять будущее и так далее. Тратится ли на это энергия? Конечно, она тратится глобально. Когда человек дал обещание, допустим, спасти весь мир, спасти человечество, несмотря ни на что, там, сделать мир прекрасным, сделать так, чтобы то, такое событие, оно является очень сильным, и человеку дают обычно определенный период, то есть человек говорит, я спасу мир, я сделаю мир прекрасным, я сделаю мир красивым, я даю обещание перед Богом сделать мир там каким-то. После этого такое обещание, в этот момент он себя ощущает взрослым, либо когда это произойдет, именно ощущает. Вот там в этом ощущении фиксируется, через сколько это событие должно произойти. когда человек проживает, то это событие фиксируется, допустим, ему там 21, оно фиксируется, когда ему будет 40, то есть он дал себе время. Если в 40 лет такое событие, такое событие или такое монументальное обещание, оно не сбывается, и человек является человеком, который пообещал и это не сделал, то его жизнь забирается в этот момент, у него появляется тяжелейшее заболевание, он умирает. Почему? Ему дают возможность начать все заново. Поэтому я всегда говорю, не давайте огромных, мега-монументальных, глобальных обещаний. Это небезопасно для вашего здоровья в дальнейшем. Вот. Марина Ахмедова, добрый вечер, Андрей Андрей, все присутствующие. Здрасте, Марина Ахмедова, Андрей Дуйко, это я. Поблагодарить автора за ответ. О, я вам ответил, да, нажмите на кнопочку поблагодарить. Влад. И еще, напомните, пожалуйста, мантру, чтобы человек не сутулился. Наму ратна трояя, махи духики сваха. Наму ратна трояя, махи духики сваха. На ночь читайте данную мантру, ложитесь спать. Данная мантра выпрямляет позвоночник, делает человека здоровым. Наташа Энн, здрасте, Андрей Андрей, скажите, пожалуйста, будет ли у меня в ближайший месяц работа и не связана с медициной? Да. Мне 49 лет, молоденькая, осталась без работы? Не страшно. Спасибо большое за ответ за ваш труд. Помните мантру, которая поможет вам обрести работу? дуалет, дуалет, зунди, соха. Представляете, будто у вас много рук. Кем хотите работать? Хотите работать, чтобы работа была сидячая и чтобы у вас было переписывание документов. Тогда в руках слева представляете ручки, а справа ноутбук, а здесь калькулятор. Или ноутбук и здесь ноутбук. То есть работа через интернет и так далее. Или если вы хотите здесь иголка, здесь куча ниток, то есть там шить. Добрый день уважаемый Андрей Андреевич. Скажите пожалуйста, какой код или заклинание мы можем использовать для загрузки монеты с надписью да нет, чтобы она давала на правильные ответы. Нет, нет, монетка не поможет. А вот использование ниточки и шарика на ниточке помните я рассказывал, поможет. Нитка условно обозначает жизнь этого человека, шарик обозначает его судьбу или его энергетическую ауру, два конца, завязанные узлы на двух концах обозначают начало жизни и конец, и это фактически является для него вот такой символистической моделью, объединяющей его через спицу фурека, который он строит на первой ступени, и его судьбой. таким образом используя именно вот такое приспособление, о котором я рассказываю кстати на первой ступени, странно почему вы это не знаете, может вам помочь отвечать правильно на вопросы, там же я рассказываю о том, как необходимо отворачиваться, что мешает правильно снимать информацию и так далее. А монетки нет. Валентина Коленська, Витаю всех участников Андрей Андреевич Яне еучениця школы Кайласа ЛМА же 4 роки периодично слухаю прямый эфир або запись мені все подобається цікаво я ваша боржниця мені 72 років нет-нет человек становиться моим должником только в том случае если он допустим взял у меня материал какой-либо который я не даю бесплатно и пользуется им а так же раздал еще остальным людям он является моим должником все что вы смогли посмотреть бесплатно и все что я выкладываю от мантр заклинаний кодов там и всего остального если я это даю если это на моих официальных сайтах ютуб каналах то этим всем можно пользоваться пользуйтесь наслаждайтесь получайте от жизни удовольствия изменяя свою судьбу нет вы должником моим точно не являйтесь как много вопросов так 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 Алла Примак Примак Андрей Андреевич добрый вечер мне кажется что я схожу с ума страх появился потому что меня менять боюсь жилье не уверена куда съезжать и смогу ли оплачивать уже делаю крайности чтобы не сойти с ума смело можете съезжать съезжайте ищите цены чтобы были дешевле не бойтесь ничего вам плохого не угрожает всегда помните вы все равно эту жизнь проживете от самого начала до самого ее конца поэтому чтобы не происходило вы все равно будете жить в наше время люди осознанно от голода не умирают только если они не заблудятся поэтому не переживайте всегда будут люди которые и помогут и подскажут и так далее не переживайте Марина Скляр уважаемый Андреевич это правда что в Ватикане прячут от людей некое божество как вы можете прокомментировать ваше мнение по этому поводу дело в том что Ватикан является империей которая в свое время была организована Римом есть такое понятие как Ватикан а есть Ваги Кан Ваги Кан Вагитан Вагитанус Вагитанус это божество древних древних римлян Вагитанус это божество древних римлян которые 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 считали что когда ребенок рождается то первое что делает это Бог это Бог Вагитан Вагитан вернее он открывает рот и человек произносит слово Ва Ва это Ва Агитан слово первое слово и таким образом первое слово является словом Бога посланного для рождения такого ребенка и действительно Ватикан или Вагитан является прообразом божества которого изображали в виде маленького ребенка такое изображение маленького ребенка мы можем видеть в центральном соборе Ватикана в аллее центральной которая имеющих арку и два столба с левой и правой стороны и с левой стороны мы видим многократно повторяющиеся изображения младенцев которые находятся в люльке это младенцы которые находятся в люльке фактически являются элементами находящимися в этом строении которому хотят люди или нет поклоняются так как когда идет служба то людей за пределы данной арки не пускают и люди которые перед этой аркой совершают поклоны или читают какие-либо молитвы они фактически создают процесс поклонения такому ребенку который там изображен на самом деле этот ребенок по моему мнению является прообразом вот такой энергии вагитан то есть энергии ребенка энергии начала вы знаете и это хорошо пусть детям поклоняются пусть дети во всем мире будут счастливы вообще детям поклоняться это хорошо поэтому пусть считается что если поклоняться ребенку и считалось что если поклоняться вагитану то у людей рождаются дети мир людей становится плодовитым появляется благость радость счастье и так далее ну а как в свое время допустим я был в Италии в Ватикане и разговаривал с итальянцем одним и подошел к Иисусу Христу там покрестился и сел на там нет лавочек а вечером когда мы обсуждали зашли в один из магазинов которые находятся в Ватикане ну перед Ватиканом и в одном из магазинов я купил золотое украшение для близких людей и говорю я заметил что ты постоянно подходишь к Терезе святой я говорю почему он говорит меня услышала только Тереза вот я у нее попрошу и все происходит как я попрошу видимо ей нравлюсь я говорю ну есть же допустим есть же там Николай Угодник там Папе можно обратиться можно обратиться напрямую к Иисусу Христу можно я говорю есть же в иерархии более такие Петру есть же в иерархии более яркие личности он говорит нет 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 я к Иисусу Христу вообще не обращаюсь он меня не любит я понял я понял то есть если рассматривать религию с позиции вот тех людей которые исповедуют ее там то это такая исторически сложная смесь оккультизма христианства домыслов народных каких-то убеждений и так далее это так обычно и развивается религия она не может быть чистой или чистоплотной она связана и с обществом связана с семейными ценностями связана с менталитетом народа разных регионов с какими-то тайнами и так далее то есть то что верят в одно ну не отвлекает от того что есть допустим внутренняя вера там допустим украинского народа в мавок и там в лесных там у сербских народов там о том что с гор там сумач спускается в красном одеянии и нужно обязательно головню держать чтобы ребенка не украл то есть вот такие какие-то обряды они но при этом это не мешает народам там Черногории Хорватии Сербии верить в христианство и быть христианами при этом соблюдать вот такие соборы которые не связаны с христианством когда собираются все или головню прятать и так далее то есть вот как-то так все не знаю вам это интересно или нет ирина шабалина здрасте уважаем все мне не хватает нежности вам не хватает нежности вы импульсивный и все думают что вы злой а на самом деле вам нужно проявлять нежность я вам хочу дать совет каждый день медитируйте на то что вы маленький ребенок и каждый день представляйте будто когда вы разговариваете с каким-либо мужчиной или женщиной как будто у вас маленькие ручки маленькие ножки и такое красивое маленькое сладенькое лицо с большими глазками с красивыми щечками красивый ребеночек это даст вам при этом ощущайте нежность вы настолько быстро начнете проявлять себя кстати вот такой метод является одним из самых лучших методов для женщин которые хотят выйти замуж прямо мега метод мега удача любви терпения интеллекта везения этого всего нежности не хватает ленивый огород и людмила ух ты какой у нас здесь интересный человек людмила наверное да а ленивый огород наверное это не вы это у вас доброе время суток андрей скажите пожалуйста как можно мне еще подзаработать в какой сфере приготовления пищи развозка пищи и продуктов питания людям также очень хорошо будет получаться если начнете заниматься аквариумным делом рыбками выращиванием чего-нибудь вы правильным путем идете снежана подскажите у меня есть дар какой целительство у вас хорошо будет получаться исцелять других людей гадание будет получаться сай рельсо здравствуйте Андрей Андреевич как долго нужно держать во рту толстянку и как часто использовать хоть каждый день и как часто можно воскуривать на угле хоть каждый день все равно как часто сколько хотите с толстянкой вот надо вам какая-то задача там человек хотите чтобы позвонил кладете и говорите скоро позвонит он скорее всего сразу не позвонит но если делать день в день не надо долго можно одну минуту две минуты и потом толстянку необходимо выбросить а еще лучше смыть куда-нибудь нэля смотрите смотрите когда я говорю витаю обычно у меня спрашивают с чем вы нас поздравляете нет-нет витание это поздравление а витаю это здороваюсь приветствую в украинском языке есть два слова витаю это приветствую и витание поздравление поэтому если бы я говорил мои вам витания это говорила бы о моих вам поздравлениях а когда я говорю витаю это говорит о том что я приветствую вас привет витаю ось так это как у Скобеевой было с поляныцей она говорила они просят произносить поляница какой ужас вообще здравствуйте андрей как долго нужно держать во рту ответил толстянку извините не хотел вас обидеть вера кириндяса доброго вечера андрей я вас витаю вера жаклина юнаева здравствуйте андрей андрей стоит ли мне продолжать отношения с мужчиной с которым мы вместе два года обязательно продолжайте хороший мужчина но больше к нему проявляйте уважение нежности терпимости относитесь к нему как будто он маленький ребенок выслушиваете его так и говорите ему я чувствую что и дальше что ты нуждайся вот это слова которые в семье сглаживают все углы начинайте со слов обычно вот пришел плохое настроение и говорите этому человеку я чувствую что ты нуждаешься в моей поддержке хочешь поговорить запишите эти слова для себя прям серьезно это говорю я чувствую что ты нуждайся во мне я чувствую что тебе хочется со мной пообщаться я чувствую что тебе хочется отдохнуть вы таким образом приручаете почему собаку когда приручают ее гладят здравствуйте скажите пожалуйста как вылечить холезион на глазе эзотерически берете два пальца левой руки соединяйте вот так прикладывайте к холезиону плетик пальцем и придете через левый плеток делаете так ежедневно на протяжении месяца второе смачиваете мочой своей утренней пописали в стаканчик и можете вот точно так же двумя пальчиками чем еще можно убрать холезион можно убрать есть такое средство называется асд вторая фракция и вот такую асд вторую фракцию можно аккуратненько смазывать вместо холезиона Сергей Бабчук уважаемый Андрей Андреевич ходил по поводу работы в двух местах отказали где был по поводу работы с той организацией не звонят ищите Сергей все найдете все будет хорошо найдете работу вы необходимы Марий Капирус дякую Андреевич божаю счастья а я вам мир и здравствуйте Андрей Андреевич ученица шестой ступени ого спасибо за огонь в моем сердце когда поступит крупная сумма денег на счет как скоро выйду замуж за любимого за любимого не быстро выйдете замуж а вот крупная сумма действительно вам придет как быстро ну я не знаю месяца через месяц через два наверное ну идет крупная сумма может быть не от того что вы думаете здравствуйте Андрей Андреевич пишет Виктория спасибо судьбе что попала на ваш канал помогайте мне по другому относиться к жизни скажите купим ли мы собственный дом и когда в этом году нет в следующем году нет но купят вообще или нет купите да купите ну через пару лет да Федорова Татьяна здравствуйте Андрей Андреевич у меня пройдет заболевание суставов как быстро я выздоровею нет будете еще полтора два даже три года болеть используйте вот это видео мое где я рассказываю об антитоксе там я рассказываю о энтеротоксинах рассказываю как это все устранять а на фоне применения допустим медрола или там метатриксата скорее всего не получится выздороветь анастасия нана витаем анастасия вас поздравляю спасибо вам за поддержку моего канала очень приятно сара омур кулова добрый день Андрей Андреевич хотела спросить можно сразу седьмую ступень конечно это инфопродукты покупайте любую проходите любую пустотолка то от этого ла сани здравствуйте почему вы решили изучать геометрию не зная букв ну это ваше дело хотите сразу пожалуйста ла сани здравствуйте Андрей Андреевич можно ли продолжать заниматься в спорт стану ли чемпионкой да станете если будете более активно заниматься дмитрий ричардс здравствуйте Андрей Андреевич подскажите учен третьей ступени что подсказать дмитрий александр до дн спасибо полезно знать битте рима смирно здравствуйте Андрей Андреевич рада видеть слушать скажите исполнится мое желание читаю три раза в день волшебные слова после третьей ступени исполнится но не в этом году татьяна бондаренко приобрела все семь ступеней застрял на 2 что мне не так желание продолжайте отложите все вся наша жизнь это бесконечный упорный труд над собой бесконечный упорный труд над собой и это сложно заниматься каждый день сложно читать мантры сложно заниматься эзотерикой сложно работать с людьми сложно когда мы допустим тяжело работаем и думаем о этом тяжело работаю хожу на работу буду работать с людьми и буду заниматься целительством людей не целительство это еще хуже если целительства как я обучаю то лучше не надо потому что это такая сложная работа вот пачки лежат людей вот здесь вот я покажу даже Я не буду самих людей показывать, вот пачки целые, пачки, видите, вот здесь картинки, пачки людей. Вот я утро начинается, ложу эти пачки перед собой, там фотографии, работаю с этими людьми и так далее. И вот я начинаю с утра. Десять минут я читаю Накх, после этого я читаю Пиририририроя, благословляю учеников своих. После этого я читаю Аспис, после этого какое-то время, после этого как бы завершаю работу. Потом я работаю с ментальными практиками увеличения энергии. Помните, я об этом говорил, то есть я использую волну. Волна ко мне, волна от меня, огонь ко мне, огонь от меня, там шум вне меня, там гром и так далее. То есть вот использую такие практики, это делаю каждый день. После этого у меня есть мантра, я ее читаю для себя, для школы, для семьи. Я ее не произношу вслух, это мантра учителя, то есть она моя, я ее читаю приблизительно где-то 20 минут. Раньше, когда учитель, который меня обучал, был жив, я для него еще читал. Сейчас он уже не живой, поэтому я для него не читаю. И после этого я начинаю работать с людьми. Это занимает у меня где-то приблизительно полтора часа. Итак, где-то, а, еще забыл. Иногда бывает, что я утром могу сидеть в медитации. Иногда бывает, что я утром могу начать и читаю целый час мантры. Это занимает у меня где-то приблизительно с 6 часов и где-то аж до 10 часов. После этого с 10 часов, а, до этого я еще умываюсь, купаюсь, чищу зубы, бреюсь и так далее. Потом у меня дети, то есть я иду к детям, обнимаю, целую детей и так далее. Есть после этого еще задачи, работа, обзвон моих сотрудников или общение с теми людьми, которые на меня работают и так далее. Если мне нужна встреча, я еду дополнительно на встречу, если нет, я занимаюсь своими делами. Но могу сказать, что работа с людьми занимает очень большое количество времени. Очень-очень большое и очень сложное и так далее. Но в случае, если брать, допустим, человек говорит, Андрей Андреевич, помогите. Помогите это 20 минут дополнительно к этому. Каждый день. И это сложно. Поэтому, знаете, попробуйте найти работу, которая будет менее тяжелой. Моя работа, она психически сложная. Поэтому, когда человек говорит, что у меня 7 ступеней, я остановилась на второй, скажите себе, когда я пройду 7-7 ступеней, то я прорвусь, потому что вот конкретно у вас, Татьяна, у вас же тупик, но он разрешимый. И я уверен, что этот разрешимый тупик, он у вас может разрешиться на 100% после прохождения 7 ступеней. И он однозначно проявится в виде совершенно нового восприятия мира, совершенно новой судьбы. И все расстанется, вернее, все расставится, а не расстанется на свои места. Как новый мир откроется, как новое видение, как новое чудо. А вы застряли в жизни, и вы застряли в жизни на уровне вот этой второй ступени. И вам нужен прорыв. А прорыв не нужно выполнять практики, просто их просмотрите, эти ступени. Елена Брази у нас. Добрый вечер, учите, подскажите, дочка выбрала направление медфакультет, получится у нее профессия? Надежда, скажите, стоит ли обосноваться в Германии, или лучше вернуться в Украину после войны? Стоит обосноваться в Германии, но, скорее всего, не особо у вас будет получаться. Но стоит, у вас лучше жизнь идет в Германии, чем в Украине. Ольга Васильева. Будь ласки, чем не займаться, сдается, что вдастся целительство, а подсказывает навчата людей? Если имеете знания, как учить кого-либо, то используйте эти знания, конечно. Если у вас есть знания, и вы можете научить людей чему-либо, дать им новую профессию, или дать им возможности состояться, как специалиста в чем-либо, то обучайте, обучение это хорошо. Если выбирать целительство или обучение, обучение 100% лучше. Надежда Владимировна, подскажите, добрый вечер, подскажите, если можно выздороветь ли мои волосы, и как быстро, долго будете восстанавливать свои волосы. Четыре месяца, ну выздоровейте, да. Валентина Каленская. Дякую за то, что вы едете, шановный дуйко. Дякую за вид, поэт на мое питание. Будь ласка. Ириша 369, нижняя подчеркивание 478. Добрый день, практикую первую и вторую ступень, но как только начинают заболеваю рвии или грипп, уже второй год на первой ступени, на второй ступени еще рано. Анна, переходите. Хочу еще учиться на бухгалтерской. Стоит мне этому? Конечно. Но что нет, слушайте, хорошая специальность бухгалтер. Есть ли бухгалтеры, которые зарабатывают деньги? Конечно, да. Сам Сина Аня. Анна. Андрей Андреевич, спасибо за ответ. Я Анна. Плачу ли я за карму или за мои грехи заслужила? Нет, вы просто живете по принципу находить все время что-то плохое. Вам необходимо изменить свое мировосприятие и жить в жизни через призму акцента, о котором я рассказываю на первой ступени, даже бесплатной. Я говорю, настраивайтесь на то, чтобы жить в позитиве. Ищите возможность быть радостным, счастливым, нежным, добрым и так далее. Вы просто не тот путь для себя выбрали. А карма ваша, она ни до чего, как в Украине кажут. Ни к чему. Вин Клер Инга, добрый, дорогой учитель и ученица третьей ступени. Скажите, смогу ли я создать семью до конца года? Показывает, что есть такая возможность. Я периодически покупаю шумы из СНГ. И зачем вы мне это сказали? Некоторые люди мне пишут, Андрей Андреевич, можете ответить на вопрос? Я вам просад отправила. Друзья мои, я не ради этого работаю, я помогаю ученикам своей школы. Если я вам помог, и вы хотите меня отблагодарить, да. Если не помог, и не хотите отблагодарить, то нет. Нет, почему я говорю, что, почему я даю возможность ученикам делать просад? Объясняю. Когда я влияю на человека, то для того, чтобы это влияние было обоснованным, и меня не наказывали за то, что я разрушаю судьбу этому человеку, то, конечно же, и, допустим, человек там отблагодарил, знаете, вот смотрите, есть даже пословица такая. Когда пациент, когда, допустим, врачу хорошо, и пациенту легче говорят. О, вот с этой темы. То есть, вот где-то так это все звучит. Поэтому, если хотите, чтобы там дольше с вами работало, вот допустим, сейчас выложены у меня тантры, это тантры закрытые, Кагью, и там тантра Ваджракилая есть, я ее сегодня выложил на сайте, там еще какая-то тантра, и там есть сложные тантры. Это действительно методы тибетские, которые могут изменить судьбу человека. Но там есть одно «но». Под этим видео, под вот этой статьей, везде, я написал слова. Поблагодарить учителя. Кому это написано? Поблагодарить учителя, это сделать так, чтобы заплатить за то, что вы будете этим пользоваться. Заплатили, пользуйтесь, и это работает. Не являясь учителем, не надо платить, тогда становитесь учениками. И третье, заплатили, и вы не ученики, ну, тоже пользуйтесь, будет работать чуть-чуть хуже. Почему? Потому что за такие знания, которыми вы будете пользоваться, нужна программа передачи, или нужна передача прямая. Так человек, допустим, оплачивает передачу, и эта передача свершается. Что такое передача? Каждый из этих тантр было мной отработано. Какой-то период времени. От трех месяцев до шести, там, десяти месяцев. Ваджа Килая, вообще ее всю жизнь читаю. Ом бендра кирикилая, сарвабих нантен хум пха. То есть я эту мантру читаю очень много лет, и я при этом представляю себя гневные состояния в виде Ваджа Килая. Я их из себя достаю, превращаю их в кровь, выливаю их и так далее. То есть это такие методы, которые являются уже психоразгрузочными для меня. И делаю это очень давно, мне очень нравятся данные практики. И вот передача таких методов моим ученикам позволяет им в дальнейшем пользоваться отчасти еще и наработанной моей энергией. То есть это как передача между учеником, учителем и учеником. Вот те, кто учителем работает, когда вы приходите и вам в школе начинают, вы отчитали какой-то день, то после этого вы чувствуете усталость? Несомненно. Почему вы чувствуете? Потому что вы поделились частью своего наработанного опыта, своих мыслей. Вы специально к этому готовились, тренировались, выступали и так далее. Ну вот где-то приблизительно так это происходит. А как происходит, как бы могло быть лучшим? Допустим, вы преподаете математику, а ребенок целый день работает. То есть он там пилит, дрова рубит, потом пришел на математику. Вы ему преподавали и, допустим, знакомили его с геометрией, с теоремой суммы квадрата катетов, которые равны длине гипотенузы. И после этого вы, допустим, ему объяснили и сказали, хочешь запомнить, заплати мне деньги, которые ты сегодня заработал. Вот если бы он взял эти деньги, которые он заработал, и заплатил бы за это из своих денег, поверьте мне, он бы эту теорему сто процентов бы выучил и знал бы ее на всю жизнь. Сто процентов. Так уж мир устроен. За все, чем ты собираешься пользоваться, нужно платить, чтобы не быть должником. Ана Мария, добрый вечер, Андрей Андреевич. Рада вас бачить. Підскажите, будь ласка, как старшему сыну лучше лековаться? Від чего? В него суставы? Если суставы, напишите мне в телеграм, я вам ответу. Дмитрий Ричард, доброго дня, Андрей Андреевич. Навчался в университете. Вчера знал, что меня не отрабатывали сам, находюсь на тимчасово окупованной территории. Это против закону. Как лучше поступить, решить вопросы через суд? Не нужно решить. Не занимайтесь этим. Вы будете иметь другую специальность. И, поверьте мне, у вас будет в жизни все тики-пуки, тики-пики. То есть очень хорошо. Вам хорошо будет заниматься частным предпринимательством. И я обещаю, вы очень многого добьетесь. Вам нужно будет организовывать продукты, организовывать продажи специй, все, что сделано из специй, изготовлением там соусов, всевозможных интернет-магазинами. Также будет получаться у вас все, что связано с продажами и так далее. Не переживайте, вам эта специальность, к которой вы обучались, она бы все равно ничего не дала. Добрый день, практикую первую старую, но как только начинают, то заболеваю РВИ или грипп. На вторую переходить ответил, да, наблюдение МОН и З. Здравствуйте, мне досталось немного акций по наследству. Подскажите, что с ними делать? Попробуйте их максимально быстро продать, если предложат. Но на самом деле, скорее всего, немного заработаете, если еще есть такая возможность. Обман там был. Жанна же, обман идет просто вот в энергии. Здравствуйте, пишу учебник, смогу ли я его опубликовать, будет он востребован. Опубликовать его сможете, не сможете, не опубликовать его, требован не будет. Но хотел бы вам сказать, что написать его все равно нужно. Это ваша ступень, которую вы должны преодолеть. Леся Барановская. Добрый день, Андрей Андреевич, застрял на прохождении пятой ступени. Здоровье пошатнулось, в бизнесе ступор. Подскажи, что со мной не так, куда мне двигаться? Пятая ступень, это работа с сознанием. И для того, чтобы сознание не выкачивало энергию из вашей четвертой чакры, а там находится у нас любовь. А помните, я говорил, куда течет любовь, туда текут и деньги, и ваши деньги текут сейчас не в сторону четвертой чакры, энергия вытягивается для построения сефер. Именно для этого я дал мантру, это мантра Я-Хья-Хья, помните, Хья-Хья, ручки ставить, вот такую мантру читайте. И перед этим, перед пятой ступенью провел четвертую, где я говорю о важности ощущения тепла атманического. И вот этот атман является основой перед началом выполнения практик пятой ступени. То есть, работайте сферами сознания, или работайте с какими-либо другими практиками, обрядами, то начинать это необходимо с представления ощущения атманического огня. Это очень-очень важно. С четвертой ступени и до седьмой с этой практики, с ментального ощущения огня, с физического ощущения огня, с ощущения тепла, с атмана, с фиксированного атмана нужно начинать. Тогда все будет совершенно по-другому. Начните выполнять так, как я говорю, и откроется совершенно новый мир. То есть, потечет к вам и богатство, и стремление, и материальное благополучие, и так далее, и тому подобное. О, будем заканчивать. Лариса Монова, Андрей Андреевич, когда идет дождь, у меня с потолка течет вода с крыши нашего семиэтажного дома. Это крыша течет или друбы? Трубы. Когда, наконец, починят? Нет, не быстро. Дело рук утопающих лежит в руках утопающих товарищей. Вам мешает, но им-то не мешает. У вас одна идея только должна быть. Как теперь это починить? Что вам нужно сделать? Собрать жильцов, собрать деньги, нанять людей, починить. Все, конец. Ждать, когда кто-то соберет, но у них-то не течет. У них не течет. Я жил когда-то, снял квартиру, а у меня потолок протекает. Я говорю тому человеку, который мне сдал квартиру, я говорю, у тебя на первом этаже потолок протекает, там мокро. Он говорит, не нравится, съезжай. После этого я взял это все долотом, посрубал, купил эпоксидную смолу, это все затер, так чтобы оно нигде там не протекало, после этого обратно это все пошпаклевал, насколько это у меня получилось, покрасил и все. Он приезжает, я говорю, вот теперь не течет, я все сделал. Он говорит, ну молодец, я тебе не заплачу. Я говорю, ну я и не хотел, я просто хочу жить по этой цене в вашей квартире. Хорошая квартира была в Харькове. Сара Амуркулова, здравствуйте, Андрей Андреевич, спросить, можно ли сразу седьмую ступень приобрести, приобретает буду в Киргизии. Да приобретайте, что хотите, любую ступень приобретайте, и первую, и седьмую, какую хотите, любой семинар. Это инфопродукт, я ничего никому не запрещаю. Добрый вечер, Андрей Андреевич, если можно, вы ответил. Здравствуйте, учусь за труд благодарного, Шандрин Андреевич. Подскажите, есть специальная мантра или обряд, чтобы продать котят. Мали-хунза-пхат, пхат, пхат можно сказать, Мали-хунза-пхат, держите котят, представляете, будто вручаете их в руки людей, причем руки эти идут не спереди, а сверху, как будто сверху кто-то этих котят забирает, и произносите эту мантру. Мали-хунза-пхат. Мали-хунза-пхат. У меня есть идея открыть Сибирьную компанию, чтобы заниматься дизайном. Стоит ли это делать? Да. Выйду в этом году замуж, спрашивает Виолетта. Нет. У меня есть дар, на что направить свои силы. Хороший дар циелительства, преподавания. Нахожусь в Германии, чем лучше здесь заниматься, пока изучаю немецкий язык. Уход за престарелыми людьми, за детьми, работа в школе, может быть, даже. Работаю в продаже, но есть нереализованная потребность в публичных выступлениях в сфере восточных практик. Будет ли иметь место реализация потребности скорее всего, никто не пойдет к вам? Это очень сложный путь. Я когда начинал школу, то был уже состоявшимся и достаточно богатым человеком. Когда начинал практиковать и преподавать данные практики, то столкнулся с тем, что никому это не интересно. Почему? Люди хотят прийти к человеку и хотят прийти к такому человеку, который будет экспертом и которому можно доверять. Так вот, сначала я собирал людей, читал для них бесплатно ступени, потом встречался с этими людьми, потом работал с этими людьми, доказывал свою экспертность. Так длилось несколько лет подряд. И это был сложный путь и я к этому относился как к хобби. Если у вас есть постоянная работа, вы хотите это прекратить и начать преподавать людям, то есть им давать знания, какие-либо восточные системы или восточных практик, от цигуна и заканчивая какими-либо еще, вы должны знать, что это вначале будет путем сложным. То есть вы, скорее всего, на этом вначале сразу не заработаете. Поэтому не торопитесь в этом направлении. Сделайте это своим хобби. У меня это было хобби, то есть я делал так. Я вечером проводил занятия, а днем целый день работал. То есть у меня была постоянная работа. Я приходил на работу, отрабатывал до пяти часов, шел в Киево-Могилянскую академию, там снимал помещение и в кабинете 46 проводил там свои лекции. И делал так несколько лет. На Подоле, а офис был на Подоле. Алексей Тарасенко. Андрей Андреевич, здравствуйте. Меня удалили из чата по ошибке и по причине Бессараб Татьяны. Мне не нравится ваше нахождение в чате, Алексей Тарасенко. Также претензии, которые вы мне предъявляете по поводу Татьяны Крыловой, не является... Я считаю, вы этого делать не должны и не имели права. Также выпрашивать что-то у людей и так далее тоже. Кстати, не боритесь со мной, серьезно. Пусть пройдет время, я успокоюсь, вы успокоитесь. Самый лучший способ вернуться куда-либо, это отпустить. И быть другим, и изменять себя. Вы сказали очень правильные слова. Вы мне написали в письме, а вы просмотрите. Так вот, когда я просмотрел, то желание добавлять вас в этот чат у меня исчезло. Так что, Алексей. Рая Аратовская. Здрасте, Андрей Андреевич, приедет с Украины в Израиль мой внук Ленька. В этом году нет, но будет, да. Спасибо, дорогой, учись за ответ. Счастья, радости, спасибо. Уважаемый Андрей Андреевич, я выйду замуж, или мне лучше иметь друга и жить раздельно? Выйдите замуж, но начинайте с иметь друга. Валентина Цыганко, Андрей Андреевич, скажите, будь ласка, чи відновити нашу зруйновану квартиру до кінця року вже почали будувати, дякую, так. Відновлять, відновлять. Ася, кассу, ехать ли на заработки в Америку или в Германию? В Германию лучше. Марьян Бар, скажите, пожалуйста, получится заработать в МЛМ? Получится заработать. Милана, привет из Запорожья, рад видеть здесь зим... Пропустил. Юлия Трапезникова, скажите, получится у меня семья с Василием? С Василием, да. Что сделает меня счастливой? Эзотерическая школа Кайлас. Анастасия Нано, здравствуйте, думаю, мы не пара. Живу с парнем, сомневаюсь в его чувствах, хочу расстаться, он не хочет уходить, что делать, чтобы он ушел? Как вы советовали, долги мои, он отдавать не хочет. Вы на него обижаетесь. Вообще, хочу вам подсказать момент такой, скажите, что вам срочно нужно на операцию по там чему-либо, в гинекологию и там что-то, и у вас не будет теперь там три месяца интимных отношений, и вам нужно срочно деньги. Скажите, срочно ищи деньги мне нужны. И на этом он сольется, и на этом будет конец. Инесса Монте, смотрел ваше видео и первую ступень открытым, вы мне приснились и дали код 51.14. Подскажите, что могут знать эти числа? Данные числа являются символом Венеры. Если такой символ носить на себе, замуж выйдите. Наверное, это и дал. Добрый вечер, Андрей Андреевич, все участники. Стоит ли поменять работу с Проснежана? Сейчас ребенку девять месяцев она еще не говорит, а мне приснилось, что она сказала свои первые слова, а именно включи колыбельную. Подскажите, как можно это трактовать? Включите колыбельную. Когда у меня была роза в животике у нашей Сони, у моей жены, то стал вопрос, уже скоро роды, и стал вопрос, как назвать ребенка. Я хотел назвать Сарой. И звоню маме и говорю, мама, я хочу назвать ребенка Сарой. Моя мама говорит, ну хорошо, мне нравится это имя, хоть может ее и будут ругать, все-таки нам подходит, потому что у меня мама Неля, и потому что ее сестра Майя, и в общем-то им эти имена подходят, а бабушка и ее мама Дора. А гедушка Иосиф. и поэтому вот это все мешало принять решение. И я всем сказал, дочка будет Сарой. Приснился мне сон, подходит ребенок с такими яркими глазами голубыми и говорит, папа, я у тебя скоро буду рождаться, назовешь меня розой. Потом приснился такой же сон всем, моей маме, Соне и даже няне, который в лоб тыкал ребенок пальцем и говорил, скажи моему папе назвать меня розой. Поэтому хочет колыбельную, прям 100% включайте. Значит, ребенок растет с невероятными, мега выраженными телепатическими способностями. Это вот так у моей дочери розы. Ей не нужно ничего говорить, она снимает информацию лучше, чем я раз в 150. Я думаю, что с этим делать теперь, знаете. Сможет ли мой сын выехать из Белоруссии ко мне в США в этом году нет, а в следующем да. Получится открыть языковые школы в Германии да. Не легко будет, но надо к этому стремиться. От вашего ответа у меня слезы навернулись. Скажите, пожалуйста, заниматься мне второй или рунами, хочу этим заниматься, да. Здравствуйте, будет ли у меня получать зарабатывать в инкрузис, нет. Купила семинар убирания зла, может приобрести семинар почи сглазы, посоветуйте, есть обрядовая магия, двухдневный семинар, вот он хорошо вам. Это правда, до слез, потому что есть выход, есть возможность радости и счастья. Дорогий не подводите меня и не ставьте меня под купол, я знаю, что будет, и я не могу этого сказать вам, не могу, я не могу. Сегодня, здесь, прямо сейчас меня смотрит тот человек, который прямо сегодня, перед вебинаром, сказал, никаких предсказаний по этому поводу, иначе завтра прямо к нам в наручниках, понятно? Поэтому, sorry, уважаемые господа, я хочу вам сказать, чтобы вы ехали, а что там будет, неважно, будет ли сильно плохо, сильно плохо, нет. Здравствуйте, обдумываю сменить работу, поехать в Москву на заработки, менять работу и уезжать в Москву, проехали. Добрый вечер, Андрей Андреевич, придет ли в мою жизнь мужчина, мои мечты выйду ли, а замуж за этого мужчину, да. Будет ли мой сын щедр ко мне, будет, если вы будете тепло к нему относиться. Нравится писать картины маслом, где лучше остепениться, чтобы работать в Германии, в Греции или в Молдове, в Греции лучше. Дмитрий Николаевич, Витайман, на ремне тайна Дуйко, я вас приветствую, Дмитрий Николаевич, огромное спасибо за поддержку моего канала. Наталья Потата, получится открыть бизнес по профессии? Да. Ну что, дальше гадания начались, да, и на этом будем заканчивать. Какой именно мне поможет вебинар стать счастливой? Наверное, семинар, вы хотите сказать. Семинар есть такой, обретение фортуны, есть хороший семинар, такой называется, ну, есть очень много магии, очень интересный такой семинар есть, он потрясающий, мега замечательный, такой яркий, называется он, что говорят индийские боги. Интересные практики, на все случаи жизни легко очень практиковать. Ментальные методы целительства, двухдневный семинар обрядовой магии, трехдневный семинар целительства, как выйти замуж, современный семинар, который я недавно записал, там вот год назад, до войны, ну, в общем, все хорошо. Ну, что, сдаст ли дочка экзамен, да. Можно практиковать СНГ-32 имени бога три или пять, да. Прекратятся обстрелы с Кинбургской косы, так хочется тишины, в ближайшее время нет. Я желаю вам всем успеха, я желаю вам всем счастья, любви и наслаждения жизнью. Выбирайте путь доброты, которому я всегда призываю, для неженатых нежности, для женатых радости. Чем сильнее женщина радуется внешним проявлениям мира, тем больше в ней мужчины видят красоту. Еще раз большое спасибо, приглашаю вас на мероприятия, которые в скором времени будут у нас на, в нашей школе проходить. Это мероприятие, которое называется, сейчас я скажу, которое называется мастер-класс, пятидневный мастер-класс эволюции семейных отношений, новый взгляд на проблемы их решения от Андрея Дуйко, раскрытие семейного потенциала, которое начнется 11 июля и пройдут по 15 июля. Данный курс я посвятил актуальным и наболевшим вопросам семьи, который станет ключом к преобразованию вашей семейной жизни. Поможем разобраться с теми вопросами, что кажется бесконечными. Семья — это лучшее, чем наградил нас Бог. Как бы порой не страдали, мы боремся за нее, боремся за детей, хватаемся за последнюю соломинку, прогибаемся до самой земли, лишь бы их родных поднять, спасти. Я сам отец, и мое сердце прокинуто глубоким состраданием, почему я решил создать такой практический семинар, где буду проводить обряды, научу эзотерийским методом и работы с такими вопросами, дам инструменты, практики, ну и скорее всего еще и философию, теорию, практику, а также проведу прямую работу. Использованы методики упражнения, которые помогут укрепить коммуникацию в семье, научиться эффективно решать конфликты, создавать гармоничную поддерживающую атмосферу дома. Вы сможете это все применять и практиковать, полученные знания в реальной жизни, увидите их преобразующую силу, хочу сказать, с первого дня. Также у вас будет возможность задать вживую вопросы мне, для этого будет отведено занятие для моего с вами общения. И принять участие возможно, если вы прямо сейчас перейдете на мой сайт Дуйко Гуру, который вот здесь вот расположен, вы можете прямо сейчас перейти на мой сайт, найти этот баннер, называется он «Пятидневный онлайн курс практикум от Андрея Дуйко», записаться и принять, зарегистрироваться и принять участие. Также, перейдя на мой сайт, вы сможете перейти в каталог семинаров, перейти в каталог «Практик Сангая», перейти в каталог «Ситхи Саунд Шумы Тренажеры». Также сейчас появилась новая кнопка, которая называется «Книги Дуйко, сувениры Дуйко», «Тибетская формула витамины Бады», принять участие в наших заседаниях и РТЕ, и просто посмотреть прошлые наши, мои выступления в вебинарной комнате, чтобы не искать их в дальнейшем на моем YouTube-канале. Еще раз большое спасибо нам всем за участие. и еще раз